Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Sony. В эту игру я довольно долго играю у себя на мобильнике, поэтому решил снять для вас видосики по ней. Вдруг кому-то понравится и кто-то тоже захочет поиграть. Игра на английском языке, я в английском не особо шарю, но могу вам приблизительно объяснить, что здесь происходит. В общем, время остановилось, зомби заполонили город, но тут не только зомби будут, тут всякие твари. И, как говорится, за каждым нашествием стоит свой определенный босс. В данный момент нам показывают, как плывет корабль какой-то горящий. На нем, ребята, находится наш главный герой, которого звать Sony. Это молодой истерзанный человек. Но его находит доктор, и который сейчас его спасет. Я не дам тебе так просто умереть, только не сейчас. Подожди маленько, я вытащу тебя из этого ада. Это будет не больно, ты только потерпи. Все, что я делаю и все, что я хочу, это ради науки и ради моего сына. И вот он делает ему инъекцию. После этого, ребята, у нашего героя появляются спецвозможности. Sony, очнись! Sony! Ах, что произошло? Sony? Меня звать Sony? А ты кто такой? Я Луис. Понятно. Да, с твоей памятью сейчас плохо, но ты все вспомнишь. А что я здесь сделаю? Ребят, это чистая импровизация. У нас идет пролог. И, грубо говоря, это идет обучение. Вот наш профессор Луис нам объясняет, что нам нужно сделать. Я уже не буду здесь все это переводить. Разговоры и реплики здесь будут очень долгие. Поэтому мы быстренько с вами все это проматываем. Так. Сейчас в данный момент мой ход. И вот у нас обычная атака. Мне нравится, как я провожу свои бои, говорит Sony. Так, Луис говорит Sony, запомни, есть такая штука, фокус, она тебе поможет в бою. Да, действительно, тут есть разные специфики боя. Вы потом увидите, что здесь дальше будет. Помимо этого, мы будем здесь не одни. Нам в команду будут вступать новые и новые герои, которые мы можем выбирать. Всего их будет три. Я имею в виду на поле боя. Sony в данный момент очень удивлен тому, что он превращается в зомби. Да, но в отличие от тех, против которых мы воюем, он все-таки имеет какой-то разум. В отличие от этих безумных и обезбашенных, тупорылых, я бы даже сказал, зомбарей и всякой нечисти, против которых мы будем с вами воевать. Вот, эксид зомби у нас с вами, это значит, отравляющий зомби. Так, наш ход, естественно, мы сейчас его бьем. И, как видите, он вешает на нас яд. Доктор Луис нам объясняет, что у тебя есть определенный скилл, который может тебя регенерировать. Воспользуйся им, помимо этого он снимет яд. Но как? Да вот так, у тебя есть новые супервозможности, отвечает Луис. И мы применяем с вами вот этот скилл. Вау, мне намного легче. Конечно, я же тебе об этом и говорил, говорит Луис. И мы дальше продолжаем бить этого зомби. Ребят, поверьте мне, на начальных уровнях здесь все легко и просто. Но вот что будет дальше, ух, какая там будет возня. Если, конечно, вам это интересно, ставим пальчики вверх, пишем в комментариях. Тогда вы все это увидите. Ну, а если она вам не понравилась, я даже не буду и заморачиваться. Потому что я ее пройду все-таки на своем мобильном устройстве и увижу концовку. Ну и буду тем самым довольным. Так, минус зомбарь. Ну что ты, хроник, ты сейчас у меня получишь по полной программе. Хе-хе. Да, кстати, вы увидите внизу синяя полосочка, которая наполняется. Это, как сказать, инициатива. Чем быстрее она на пульсе, тем быстрее мы сделаем следующий удар. Мы получили с вами уровень. Да, конечно, мы воспользуемся и будем ставить вот эту штуку, ребята. Это знаете, что такое? Это стан. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это. Но наш Сони очень доволен, а Луис объясняет, что это означает. Также у нас здесь есть защита, отхил. Вот это я, честно говоря, еще не особо знаю. Хе-хе. Но в данный момент у нас всего три скилла. Это у нас обычный удар, отхил и стан. И денежек у нас всего один доллар. До чего же ничтожно мало. Хе-хе. Так, ладно. Улучшить мы здесь ничего не можем. И давайте-ка мы с вами перейдем на следующий бой. Кто нас здесь будет ждать? Опять зомби-матрос. Ну что ж. Давайте его накумарим. Вот смотрите, что это значит. Стан. Он пропускает ход. И давайте его добьем. Великолепно, да. Кстати, сверху, где вы увидите вейфу, это означает волны. То бишь, была первая волна, сейчас у нас идет вторая. По прохождению этих волн мы заканчиваем уровень. В данный момент меня отравили. Так, ну я все-таки этого гаденыша добил. И сейчас я этого кислотника, наверное, тоже добью. Нет, не получилось маленько. Так, я отравлен. Мне нужно подлечиться, но я не могу, потому что у меня калдаун, откат идет. Очень много. Там по 3-4 хода. Ну, тем не менее, все. Ему крышка, ребят. Готов он. И тут нам предлагает халявный буст на бонус и на голду. Но это просмотр видео. Мы это не будем делать. Вау! Посмотри, кто здесь пришел. Шоукипер, ребята. У нас появился торговец. Черт подери, как же я рад тебя видеть, говорит Сони. Да, я могу предложить тебе изысканные товары по недорогой цене, говорит продавец. Ну что ж, давайте тогда посмотрим. Да, естественно, повар у нас растет, мощность. Ага, вот здесь мы устанавливаем. В данный момент у нас вообще ничего нет. Ни брони, ни аксессуаров, ни шлема. И, наверное, перейдем в следующий бой. Так, две волны. Этого мы сейчас по-быренькому раскумарим. Его буквально на удары хватило. Так, токсичный зомбарь. А ну-ка, получи. Ух, готов. Но это только первая волна, ребят. Добиваем. Кто у нас следующий на очереди? Ага, морячок и... Хрен его знает кто. Просто бомж. Хе-хе-хе-хе. Который вечно промахивается. Давайте атаковать. Ну иди сюда, родной ты мой. Сейчас я тебя с удара, наверное, и снесу. Хе, так оно и есть. Замечательно. Две волны пройдено. Нам опять предлагают за видео. А я не хочу. Мы получаем с вами уровень. Не понимаю, что за хрень. На мобильнике у меня никаких реклам нету. И мы сможем с вами потратить одно очко умения на какой-то определенный скилл. Пассивка. Обилити. Так, что он тут дает? 20 шансов. Непонятно, чего он дает, честно говоря. В общем, все это будем с вами смотреть уже в бою. Мы боремся против компании ZPCI. Ёлки-палки. Луис, эй, вы! Смотрите на меня! Вы меня не догоните, олухи! Кстати, получается, что Луис в данный момент отвлекает на себя внимание. Подождите. Не успел ты, Льюис. Так, все. Сони взбесился. Ядрё на вошь. Они убили его спасителя. Это честь. Это надо отомстить, ребята, вот этим вот козлам за то, что они убили нашего, извините меня, спасителя. Да, пускай мы не полностью человек, но тем не менее мы живы и мы деремся. Получик гнида. Все, мы его завалили. И кто у нас здесь? Оу! Какой красавчик! Ёлки-палки. Как он умедленно отнимается ХП? Он меня застанил, а это плохо. Так, ну что, наш ход. Давайте мы его, наверное, застанем. Отлично. Ох, мы опережаем его. У нас инициативы больше, поэтому... Оу! Щет! Нам бы только бы дожить, ребята. Только бы дожить. Так, что он сейчас предпримет? Слушайте, нам, по-моему, надо хиляться, а, ребята? А у нас нет возможности отхилиться. Черт бы его побрал, а! Все, мы погибли. Ну, я надеюсь, вы догадались, что это должно было быть по сценарию. И мы продолжаем его бить. Так, давайте продолжим. На-ка, получи. Почему ты не бьешь второй раз, Сонин? Давай. Ну все, теперь он наш. Это тебя не спасет. Так, стал у нас пропал. Неужели он опять нас добьет, а? Черт подери. Отхила нету, ребята, нету отхила. Так, давайте его, наверное, вот так вот сделаем. И потом, если что, застанем. Хотя, может быть, даже... Давайте так. Все, ребят, он наш, он спекся. И сейчас мы его победим. Нагад! Это тебе за моего спасителя, Луиса. Элита за PCI. Я хотел сказать, и он не успел сказать. И мы получаем с вами следующий уровень. Оу. ZPCI Рифл. Сони быстренько подбегает к полумертвому Луису и начинает с ним диалог. В общем, Луис просит его, чтобы тот спас его ребенка. Где-то в океане. Сони дает согласие. После услышанного Луис нас покидает. Со спокойной душой он отправляется в другой мир. Ну, а как вы видите, у нас открывается с вами, ребята, глобальная карта. И мы покидаем на лодке этот корабль. Сони дал клятву отомстить. Взял с собой кассету, на которую была записана информация от Луиса. И отправился на берег. И он даже не знает, что его там ждет. Ребята. Как же мне помочь ему. Часть первая. Лендфайл. И мы заработали еще один скилл, ребята. Давайте открывать. Замечательно. Так, у нас также есть итем. Это мы можем сейчас выставить. Да-да-да. Обязательно будем вооружаться. И также у нас открылся магазин. Давайте-ка туда. Да подожди. Не это. Так. Вот сюда. Заходим с вами вот в шоп. О-о-о-о. Шикарно. И здесь у нас и шлем уже есть. Конечно, нам стоит его, наверное, купить. Но для начала мы посмотрим еще, что здесь есть. Костюмчик. Бронежилет. Ага. Так. 125 бакинских стоит он. Довольно не дешево на данный момент. А этот 85. И нарукавники какие-то. Счастливая бутылка. Все, ребята. Вот эти три костюмчика мы сейчас с вами наденем. Эквип. Так. Тоже одеваем. И вот это одеваем. Трубу можно продать. Все. В принципе, мы с вами одеты. Ну что ж. Наверное, пора нам с вами двинуться дальше. Это у нас, ребята, тренировка. Здесь мы будем потом с вами тренироваться. Партия пока закрыта. Никого не можем сейчас, как сказать, вербовать. Ну, это все со временем откроется, конечно же. И вы увидите, кто у нас там будет. Так. Итем. Это наши вещи, которые мы когда-то приобретаем. Тут же показывается наша мощь, защита, уворот, крит. В общем, все наши статы. А это у нас уже бой. Первая волна. Но нет, только не вы. Я с вами разберусь. Да, верно, разберусь. Бамс. На удар ему хватило. Вторая волна выходит. Но это же нищеброды. Ребята, это просто, знаете, шелуха на данный момент. Потому что у меня и броня уже есть, и оружие. Просто буду валить всех налево и направо. Сейчас вы в этом убедитесь. Так, иди сюда. Отлично. Прошли. Хм, зомби. А у меня неплохо получается их валить. Говорит Сони. Да не буду я это. Вы надоели мне вот со своей вот этой фигней. Поехали далее. Выстрелы? Неужели опять ZPCI? Я не могу в этого поверить. Эй, парень, я тебе помогу. И он присоединяется к нам. Это наш первый, ребята. Напарник, которого звать Верадукс. Кстати, я вам скажу, что он до сих пор у меня в компашке. Несмотря на то, что я уже практически на последнем уровне. Да, конечно, он силой не отличается, но с способностью выживать и подхиливать, что есть, то есть. Этого у него не отнять. Так, тут у нас будут три волны. Иди сюда, мой милашечка такой. Ух ты, пупырчатый. Получи. Отлично, добили. И последняя волна у нас. Оу. Кстати, ребята, мне вот почему-то вот эти вот зомби напоминают чем-то. Из игры зло внутри со второй части. Согласитесь, есть что-то такое похожее, да? Хе-хе. Давай атакуем. Да, кстати, ребята, я хотел у вас спросить. Все-таки стоит мне открывать отдельный канал по андроид-играм, чтобы не смешивать их с компьютерами. Иначе получается здесь просто полная солянка. Да, братишка, у нас все получилось. А ты кто, мне друг? Да, я твой друг. Можешь на меня положиться. Я военный доктор, который борется с инфекцией. Я так же, как и ты, воюю зомби. Ммм, интересно, а как тебя звать? Сони. Ха-ха, неплохое имя. А меня зовут Верадукс. Довольно неплохо, верно? Это точно. Я с тобой не могу не согласиться. Ну что ж, тогда мы будем с тобой вместе воевать против этих зомбарей. Да не надо, не надо мне это. Ух ты, и они получают по уровню. Кстати, да, у напарников, ребята, уровень прокачивается автоматически. И как повлиять я не могу. Точнее, на распределение скиллов. А мы тем временем с вами получаем новый скилл. У нас одно очко есть. И мы потратим его с вами, наверное... Так. Ну, что же, думаю, будет неплохо. Хотя, на самом деле, я этими ударами сейчас и не пользуюсь. Ха-ха. Вот. И где-то у нас здесь вот он. Вот он наш Верадукс. Как видите, у него хорошая защита. Мощность у него так себе. Короче, Верадукс это универсал, я считаю. Так, тренироваться мы с вами не будем сейчас в данный момент. Это нам ни к чему. Компания. Вот, как вы видите, у меня в данный момент Верадукс. Можно всего брать троих. И кто у нас здесь будет? Опять эти легкие и простые зомби. Давайте атаковать. Получить. На удар ее и хватило. Так. Вы не забывайте, что Верадукс у нас, помимо того, что он стреляет, ну, якобы, он еще и доктор. Он хилит. Все. Первая волна пройдена. Оу. А это что у нас такое? Смотри, братишка. Это кровавые зомби. Ничего в них такого не вижу. Страшного, по крайней мере, давать их разбивать. Добивай, Верадукс. Шикарно. Пройдено? Что тут еще скажешь? Ну что, ребята, как-то вот так у нас все это дело происходит. Я вам приблизительно показал саму специфику игры. Кстати, вот этот чувачок, это будет, по-моему, первый босс, если я не ошибаюсь. Виндара, его звать, величать. И он, как сказать, глава компании ZPCI. В общем, он будет у нас следующим. Ну, а на этом, наверное, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Вы также пишите в комментариях, стоит ее дальше проходить, не стоит. От этого будет зависеть следующий видосик. А на этом все. Всем пока. Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, как он на самом интересном месте! Ой, а я-то думал... Что за? С lekком? Продолжение следует...